Вместо пар автомобиль, площадка и ПДД в Набережных Челнах прошел городской этап республиканского конкурса «Автосессия-2024». На соревнования заявились студенты с высших и средних учебных заведений. Пожелала удачи участникам моя коллега Лилия Агатина. В этом году городской этап республиканского конкурса «Автосессия-2024» проводится в 15-й раз. Основная цель конкурса – это пропаганда безопасности дорожного движения среди студентов. Важно заложить правильный фундамент в самом начале водительского стажа, говорят автоинспекторы. Я вам желаю сегодня показать хорошее знание, чтобы нервы у вас не привели. Пусть победит сильнейший, но самое главное, вам безопасных дорог в вашей будущей счастливой жизни. Халиль Хуснулин представляет Казанский инновационный университет. В автосессии парень участвует второй год подряд. Как поделился Халиль, в том году удалось дойти до финала республиканского конкурса, поэтому в планах участника улучшить свои результаты. Готовились периодически и занимаюсь. Один у нас автоинструктор, я занимаюсь мотоспортивным спортом, судейством. Думаю на первые места. Среди участников можно было встретить и автоледи. Юлия Семина участвует в конкурсе второй раз, а опыт вождения у нее пять лет. Она хочет показать и доказать, что прекрасная половина человечества тоже хорошо умеет управлять автомобилем. Я считаю, что некоторые девушки ездят намного лучше, чем мужчины. Просто не все это могут показать. Сегодня будете доказывать. Городской этап конкурса автосессии 2024 проводится в два этапа. Студентам-участникам нужно было продемонстрировать свои знания правил дорожного движения. За процессом следили опытные сотрудники госавтоинспекции. Второй этап – фигурное вождение. Конкурсантам требовалось пройти комплекс упражнений «Змейку», параллельную парковку, заезд в гараж задним ходом, разворот в ограниченном пространстве и все это на время. Команда победителей будет представлять Челны на республиканском этапе автосессии 2024 в Казани. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, Новости набережной Челны.